Конфликту между северными и южными штатами, то есть двумя жизненными укладами и двумя системами ценностей, не было суждено разрешиться мирным путем. Страну ожидала тяжелая гражданская война, которая определила судьбу североамериканского континента и перевернула жизнь тысяч американцев. Начало ей положили президентские выборы 1860 года. Во время избирательной кампании между партией демократов и образовавшейся в 1859 году партией республиканцев развернулась ожесточенная борьба. В качестве претендентов на президентскую должность демократами был выдвинут сторонник рабовладения Стефан Дуглас, а республиканцами известный адвокат и публицист Авраам Линкольн, который пользовался большой популярностью у американцев. Республиканская партия в своей программе выдвинула требования ограничения территории рабства и принятия более умеренного закона о наделении поселенцев на Западе государственными землями. Эти тезисы получили одобрение большинства пришедших на выборы американцев. Предприниматели и промышленники, фермеры и рабочие, а также представители интеллигенции отдали свои голоса республиканцам. Линкольн стал 16-м президентом Соединенных Штатов. Авраам Линкольн родился в семье бедного фермера в штате Кентукки. В молодости будущий президент США работал приказчиком, подручным у столера, железнодорожным рабочим, сплавщиком грузов, одно время даже владел небольшой лавкой, но вскоре разорился и занял должность начальника почты. За эти годы он не прекращал заниматься самообразованием и в конце концов сумел стать адвокатом. В 1834 году началась политическая деятельность Линкольна, а в 1847 его избрали членом Конгресса. Уже в то время он был противником рабства, хотя и не требовал его немедленного уничтожения. Главной политической задачей Линкольн считал сохранение единства США и поэтому выступал против действий рабовладельцев Юга. За свои взгляды, изложенные в предвыборной программе 1860 года, Линкольну пришлось поплатиться сенаторским креслом. Однако набрав подавляющее большинство голосов и оставив далеко позади себя своего давнего соперника, именно он стал победителем на этих выборах. Избрание главой государства республиканца Линкольна, известного сторонника отмены рабовладения, которого к тому же поддерживали круги, выступавшие за индустриализацию страны, пришлось не по душе лишившимся власти плантаторам. Конфликт между экономически развитым севером и аграрным рабовладельческим югом, тормозящим экономику, назрел окончательно. Первыми пошли в наступление южане. Если раньше их лидеры только угрожали отделением южных штатов от Союза, то буквально через неделю после официального вступления Линкольна на пост президента о своем выходе из Союза заявил рабовладельческий штат Южная Каролина, а вслед за ним последовали остальные 10 южных штатов. Ради сохранения единства страны новый президент был согласен на любой компромисс, даже заявил, что не станет вмешиваться в дела южных областей. Однако, как юрист, он категорически не принял отделение южных штатов, ссылаясь на Конституцию США. Южане по-своему интерпретировали положение Конституции, и 4 февраля 1861 года на съезде в городе Монтгомери представители шести отколовшихся штатов образовали Конфедерацию Соединенных Штатов. Президентом Конфедерации был избран крупный плантатор Джефферсон Дэвис, а столицей вновь созданного американского государства стал город Ричмонд в штате Виргинии. В основе Конституции Юга, принятой рабовладельцами, лежали расистские принципы. Рабство негров провозглашалось оплотом цивилизацией. Вице-президент Южной Конфедерации заявил, «Краеугольным камнем нашего нового правительства является та великая истина, что негр не равен белому, что рабство, подчинение высшей расе является его естественным, нормальным состоянием». Произошло то, чего так боялся Линкольн. Единое американское государство больше не существовало. Теперь конфликт между Севером и Югом можно было разрешить только при помощи силы. Президент Севера говорил, «Моя высшая цель в этой борьбе – это спасение Союза, а не спасение или уничтожение рабства». Первое вооруженное столкновение произошло 12 апреля 1861 года. Южане бомбардировали занятые федеральными войсками Севера форт в Южной Каролине и через два дня завладели им. Линкольн, являющийся по конституции главнокомандующим армией и флотом США, призвал 75 тысяч человек в федеральную армию для подавления мятежа в Южных Штатах, а самой конфедерации дал 20 дней, чтобы погасить конфликт. Президент Юга Дэвис в ответ на это отдал приказ о мобилизации. Через два дня Линкольн объявил блокаду всех Южных Штатов, назвав действия южан «разбойничьими». Так было положено начало гражданской войне, которая продлилась четыре года и унесла жизни более 600 тысяч человек. Южане были уверены в своей победе. Их военный министр Уокер даже хвастливо заявил, что через две недели голубое знамя конфедерации будет развиваться в Вашингтоне над зданием Капитолия, где заседает Конгресс. За словами военного министра конфедератов, было реальное положение дел. В начале войны Юг обладал рядом преимуществ. Рабовладельцы рассчитывали на свое военное превосходство. В федеральной армии США традиционно большинство солдат были уроженцами Юга. Особенно много южан было среди старшего командного состава – офицеров и генералов. В арсеналах Юга было сосредоточено большое количество оружия, поскольку в Южных Штатах производительным трудом занимались рабы, конфедераты имели возможность мобилизовать на войну большую часть белого населения, способного носить оружие. Кроме того, конфедераты надеялись на поддержку Англии и Франции. Возможность такой интервенции казалась южанам несомненной. Английские капиталисты стремились к уничтожению опасного соперника промышленников северо-восточных штатов Америки. В случае победы Юга над Севером, Соединенные Штаты в экономическом смысле опять превратились бы в колонию Великобритании. Сами же Южные Штаты были единственным сырьевым поставщиком хлопчатобумажной промышленности Англии. Еще в 1858 году один из политических лидеров Юга заявил «Без единого пушечного выстрела и не обнажая меча, мы можем поставить на колени весь мир, если они посмеют начать с нами войну». Что произойдет, если в течение трех лет не будет поставки хлопка? Англия сделает все возможное и мобилизует весь цивилизованный мир, чтобы спасти юг. Нет, вы не посмеете воевать с хлопком. Нет такой власти на земле, которая посмела бы воевать с ним. Хлопок правит миром. У Франции же также были свои интересы в США. Император Наполеон III лелеял мечту о возвращении бывших французских колоний от Луизианы до Небраски, которые он надеялся захватить, как только на американскую почву вступят его вооруженные силы. Военный план Юга заключался в том, чтобы с помощью солдат и кавалерии, с которыми не могли тягаться северяне, молниеносным ударом захватить столицу США Вашингтон и таким образом подчинить себе север. Их расчеты были вполне справедливыми, лишь с одной оговоркой. Конфедерация могла рассчитывать на победу только в кратковременной войне. При затягивании военных действий все преимущества должны были оказаться на стороне севера. По численности населения северные штаты значительно превосходили южные. На севере в 23 штатах проживало около 22 миллионов человек, а на юге в 11 штатах почти в три раза меньше. Север США производил три четверти промышленной продукции страны и имел более широкую сеть железных дорог и судоходных каналов, тогда как на юге почти совсем не была развита индустрия. Хлопок настолько господствовал в его экономике, что в достаточном количестве не производилось даже необходимых продуктов питания, в том числе и хлеба. Вооружение и провиант для армии конфедератов могли поступать лишь из-за границы морским путем, которым почти полностью владели северяне. Слабым местом конфедерации было и то, что около трети населения южных штатов составляли потенциально опасные негры-рабы, из-за которых развязалась гражданская война. Многие рабы только ожидали момента, чтобы подняться на борьбу за свое освобождение. Ослабило южаны то обстоятельство, что их выступление не поддержало состоявшее по преимуществу из фермеров значительная часть белого населения западных районов Виргинии, самого северного штата Южной конфедерации. Население этого района оставалось верным правительству Линкольна и вскоре после начала боевых действий образовало самостоятельный штат — Западную Виргинию. На первоначальном этапе войны в 1861 году армия федеральных войск терпела одно поражение за другим. Выработанный командованием армии Севера план ведения военных действий имел серьезные недостатки. Он сводился к окружению противника и постепенному сжатию кольца. Однако плохо организованная армия северян, часть командиров которой сочувственно относилась к йогу, не была в состоянии выполнить возложенную на нее задачу. Северянам приходилось в ходе военных действий заново создавать свои вооруженные силы, набирать новых призывников, главным образом из числа вновь прибывающих в США эмигрантов, и готовить верный правительству командный состав. К тому же посвященный в планы южан военный министр США Флойд заблаговременно расположил армию Союза к западу от реки Миссисипи, открыв таким образом конфедератам путь на север. Поражение федеральных войск 21 июля 1861 года на реке Булран у Монассаса едва не повлекло за собой падение Вашингтона. Однако к зиме линия фронта между двумя воюющими сторонами окончательно выровнялась. Осенью 1861 года стало ясно, что конфедераты не смогут победить северян. У войск южан стала ощущаться нехватка вооружения. Конфедератам за короткий срок нужно было поднять промышленность региона, а это из-за индустриальной отсталости они не могли сделать, не обратившись за помощью к Англии. Британское правительство, хотя официально и не признало образование конфедерации, с первого дня войны взяло курс на поддержку юга и искало лишь предлога для вмешательства в гражданскую войну. Однако расчетам южан на помощь иностранных государств, в первую очередь Великобритании, не суждено было оправдаться. Военно-морской флот северян к 1862 году установил морскую блокаду побережья южных штатов, препятствуя ввозу продуктов и потребительских товаров, в которых остро нуждался юг. В январе 1862 года северяне наконец-то смогли перейти в наступление. На западе, в районе форта Генри в штате Теннесси, федеральные войска под командованием генерала Улисса Симпсона Гранта без особого труда перешли границу конфедерации и овладели Новым Орлеаном. Этим ударом федеральные войска хотели отделить самые западные рабовладельческие штаты Арканзас, Луизиану и Техас от более промышленной части конфедерации. Однако основные силы войск юга в это время были сосредоточены на центральном участке фронта у Ричмонда, где армия северян терпела серьезные неудачи. К тому же неспокойно было в штатах Канзас и Миссури, где не велось активных военных действий и начались подготовленные южанами антиправительственные выступления. Критическая ситуация на фронте заставила правительство Линкольна с середины 1862 года принять более решительные меры. Если раньше Линкольн пытался найти такие решения, которые не вызывали бы дополнительного озлобления среди северян, то теперь он активизировал все преимущества севера для победы над югом. В 1862 году с помощью государственных средств было завершено строительство Тихоокеанской железнодорожной магистрали. Это позволило соединить западные регионы с промышленным центром страны. Правительство очистило армию северян и ее штабы от сторонников конфедерации. В мае 1862 года правительство Линкольна провело через Конгресс закон о фермах, гамстедах, которого в течение двух с лишним десятилетий добивались фермеры. Согласно этому закону, любой переселенец-глава семьи, пожелавший стать фермером, достигший 21 года, и имеющий гражданство Соединенных Штатов, мог взять себе всего за 10 долларов минимальный надел земли в 160 акров, примерно 65 гектаров. Со временем правительство предоставляло поселенцам возможность приобретать еще большие наделы, взимая за это чисто символическую плату. Правда, этим законом не приминули воспользоваться земельные спекулянты, но тем не менее значительная масса свободных земель досталось все же мелким фермерам. Благодаря демократическому решению аграрного вопроса окрепла вера американского народа в правительство Линкольна и в армию северян стало вступать все больше добровольцев. Армия севера срочно перевооружалась, в то время как юг не мог себе этого позволить из-за морской блокады. Однако летом 1862 года город Вашингтон снова оказался под угрозой захвата южанами. Почти одновременно крупные сражения произошли у Ричмонда, где чудеса храбрости и умелого командования войсками проявил командующий армией южан Роберт Ли. Благодаря его усилиям конфедератам удалось одержать несколько побед. Для того, чтобы поднять боевой дух своей армии, Линкольну вновь пришлось принимать самые радикальные меры. 22 сентября 1862 года он издал прокламацию об освобождении с 1 января 1863 года всех рабов без выкупа. Это решение, вызванное в первую очередь военными соображениями, имело огромное значение для будущего страны. Это было начало нового этапа в истории Гражданской войны, который привел к коренному перелому в ее ходе. Дальнейшие проведенные правительством Линкольна мероприятия оказали решающее влияние на развитие военных действий. В 1863 году правительство ввело всеобщую воинскую повинность и сдало законы о конфискации имущества рабовладельцев, участвовавших в мятеже. Большое значение имели также изданные в то время законы о налогах на доходы фабрикантов и торговцев и на предметы роскоши. К началу 1863 года главные сражения по-прежнему проходили на севере. В самом конце 1862 года в штате Виргиния генерал Южан Ли вновь разбил северян, имеющих численное и вооруженное превосходство, и отбросил их к границам конфедерации. В апреле 1863 года полковник Северян Стрейт, командующий кавалерией, предпринял попытку захватить главную железнодорожную магистраль Южан в Джорджии, однако потерпел неудачу. Неудачи наступления федеральных войск обернулись тем, что в мае 1863 года армия конфедератов сама перешла в контрнаступление и одержала еще одну крупную победу. Однако это были последние успехи Южан. В сражениях полегло много их талантливых полководцев. Решительные действия правительства Линкольна, наконец, привели к улучшению боевой обстановки. В июне войска северян под командованием генерала Гранта овладели столицей Теннесси Мемфисом и продолжили углубляться на юг, продвигаясь по долине реки Миссисипи. 4 июля 1863 года, после долгой и ожесточенной осады, продолжавшейся больше полутора месяцев, ими был взят Виксберг, после чего вся долина реки Миссисипи от Сент-Луиса до Нового Орлеана оказалась под контролем войск севера. Конфедерация оказалась расколотой надвое. Как и во всякой войне, главная тяжесть конфликта легла на плечи простого народа. По всей стране произошел рост цен на продукты первой необходимости, резко упал курс бумажных денег, особенно тяжело страдали те, кто находился в Южных Штатах. Обе воюющие стороны несли большие людские потери. В Северные Штаты продолжали прибывать новые эмигранты – ирландцы, поляки, немцы, которые, согласно введенному в 1863 году закону о всеобщей повинности, из-за своей почти поголовной бедности тысячами становились под ружье в федеральные войска. Правительству же Конфедерации потерю людей восполнять было нечем. С 1864 года за армию южан стали воевать даже каторжники. В армии юга большинство составляли белые бедняки, добровольцы, которые считали за честь сражаться за Конфедерацию, отстаивая в войне с Янки, как они презрительно называли жителей Новой Англии и всех северян вообще, свои исключительные южные права. Основную массу бойцов в войсках Севера также составляли малоимущие американцы. На каждую тысячу солдат, сражавшихся против рабовладельческих штатов юга, приходилось 423 рабочих и 487 фермеров. В военных действиях против рабовладельческого юга активное участие принимали партизанские, а зачастую и просто, разбойничьи отряды негров. Находясь в тылу армии южан и пользуясь тем, что почти все мужское население находилось на фронте, отряды негров уничтожали военные и продовольственные склады, жгли фермы и плантации, перебегали линию фронта, пополняя ряды солдат армии северян. На территории юга негры снабжали войска Севера многими необходимыми припасами, а также собирали для них нужные сведения. Около 500 тысяч негров бежали за время войны от своих хозяев. После того, как с 1 января 1863 года негры получили свободу и вместе с ней право носить оружие, многие из них устремились в армию северян, тем самым резко увеличив ее численность. Огромная роль негров в войне была официально признана самим Авраамом Линкольном. Попытки же южан призвать негров в свою армию были безуспешными. В 1863 году войска конфедерации постепенно начали сдавать свои позиции. Этому способствовала все продолжающаяся блокада военно-морским флотом севера морских портов юга. В июле 1863 года армия конфедерации под командованием Ли была остановлена и отступила на свою территорию в Виргинию. После отмены рабства внутренние и внешние дела конфедерации настолько ухудшились, что ее вице-президент Стефенс, до того один из самых ярых сторонников рабовладения, предложил своим сторонникам ради победы последовать примеру севера и отменить рабство и на юге. Однако сенаторы конфедерации не решились на такой шаг, ведь именно рабовладение было причиной столь затяжной войны. Весной 1864 года войска севера предприняли широкое наступление, в результате которого военная мощь юга была окончательно сломлена. Стремясь закрепить свое преимущество, в январе 1865 года Линкольн смог убедить Конгресс утвердить 13-ю поправку к Конституции, запрещавшую рабство негров на всей территории США. Таким образом, свобода негритянского населения закреплялась законодательно. Зимой 1865 года продолжилось наступление армии северен. В феврале им удалось взять столицу Южной Каролины Колумбию. К весне 1865 года федеральные войска заняли большую часть южных штатов. Юг был практически парализован. Самые крупные и самые важные города лежали в руинах, к тому же в тылу конфедерации наступили самый настоящий голод и разруха. Повсеместно действовали отряды, получивших свободу негров. 2 апреля 1865 года после упорных и кровопролитных боев в Виргинии под столицей конфедерации Ричмондом, главнокомандующий федеральными войсками Грант предложил генералу армии Южан Ли сдаться. Но конфедераты отступили, оставив Ричмонд, но не сдались. Неделю спустя, 9 апреля, 28-тысячная армия Южан во главе с генералом Ли, проиграв последнее сражение, капитулировала. Так завершилась гражданская война. Однако ее окончание было омрачено страшным известием. Через пять дней после капитуляции генерала Ли, 14 апреля 1865 года, президент США Авраам Линкольн был смертельно ранен в театре актером-фанатиком Джоном Бусом. На следующий день Линкольн скончался. Похоронная процессия прошла через многие штаты Союза, чтобы достичь родного города выдающегося политика Спрингфилда. По краям дороги стояли миллионы людей, отдававших последние почести 16-му президенту Соединенных Штатов, спасителю нации и освободителю рабов, человеку из народа, который сумел сделать себя сам. Итак, гражданская война между Севером и Югом, после четырех лет боев и потерь, была завершена. Она сыграла в истории Соединенных Штатов роль буржуазной революции. В ходе войны было отменено рабство, решен аграрный вопрос, а буржуазия, утвердившая свое господство, больше не делила политическую власть с плантаторами. С 1867 года началась реконструкция южных штатов страны. Нужно было изменить управление южными штатами таким образом, чтобы вовлечь этот регион в капиталистическую экономику США, а также ослабить влияние на политическую жизнь страны бывших рабовладельцев. Период реконструкции продлился до начала 1877 года, когда экономика юга окончательно встала на ноги. В этот период бывшие рабовладельческие штаты вынуждены были принимать условия победителей. Им пришлось идти на ряд уступок северянам. Но освобожденные негры, прежние рабы, так и не получили земли, оставшись без средств к существованию. Землевладельцы юга ввели для них черные кодексы, которые обязывали негров работать на прежних хозяев на полурабских условиях. Убеждения южан нашли свое воплощение в идеологии Куклуксклана и других аналогичных организаций, члены которых убивали и калечили представителей черного населения, а также белых сторонников равноправия. И все же после завершения гражданской войны перед страной открылись широкие перспективы индустриального роста.